Ребята, всем привет. Вы на канале Роман Го. Сейчас звоним. Здравствуйте, а можно Сахарову Оксану Викторовну? Завтра. А, она сегодня работает, да? Да. Извините. Здравствуйте, а можно Сахарову Оксану Викторовну? У меня все человек на приеме. Позже перезвоните. Хорошо. Звучит звонок Сахарову Оксану Викторовну. Это Сахарова Оксана Викторовна, да? Да. Здравствуйте. Меня Роман зовут. Я вот вам с Новосибирска как-то звонил. У меня проблема там с машиной была. Поняли, да, о чем речь? Не совсем. Ну, в общем, у меня арест был. То есть я не должник, а должник у вас там местный. И, в общем, у меня машину арестовывали. В общем, я там обращение писал, значит, на e-mail писал. Все, в итоге ответ пришел, как бы звоню. Спасибо сказать, что сняли запрет, что, ну, вы говорили, вроде месяц надо ждать, но раньше гораздо получилось. Нет, обращение за ответ 30 дней рассматривается. А аресты не снимаются. В ЖКИ снимают в течение 5 суток где-то. Ага, понятно. В общем, у вас еще снялось, да? У меня снялось, да. И у меня вот такой вопрос. Там вот этот товарищ, у него более 20 производств у вас ведется. И как раз вот этот запрет, он совпал с возобновлением, с возбуждением очередного производства. И вот у меня вопрос, а если новое производство еще у него появится, опять получится запрет? Возможно. То есть у вас как-то там, как будто я это он в базе, или как, 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 как? Нет, просто раньше-то за ним эта машина числилась тоже. А. И... И мы же все дня запрашиваем, получается. И теперь, кто бы не был собственником, в любом случае запрет будет вылазить? Ну, посмотрим, как там дальше-то будет. Может и не будет. Просто я смотрю, у него чуть ли не каждый месяц новые какие-то дела. Ну, в ГАИ там, по месту обратитесь, там. Не, в ГАИ-то, ну, в базе я собственник, как бы, как положено. Ну, почему они тогда сведения это подают в его собственнику? Ну, это собственником сейчас, только в июне же, получается, стали запрет. Да, да, так был еще там, до меня еще. Ну, еще там, да, у вас там двое или трое, сколько было. Так, понятно, понятно. У нас же уже не мы же сведения, это сведения нам ГАИ предоставляет, налоговое там, если что. Как они там опять что-то предоставят? Это у вас как-то в автоматическом режиме, да? Конечно, конечно. Так, смотрите, а вот мне вот ответ пришел на email от Морозовой из Алины, получается. А это ответ на email или ответ на обращение на сайте? Ну, ответ на ваше обращение по поводу снять арест. А именно обращение на сайте, которое, да? В СССР. Интересно, как вы туда подавали, да, там что-то. Я вот просто двумя способами подавал, вот мне интересно, какой эффективный. Ну, вот, наверное, который на сайте. Так, все, понял. Ну, ладно, надеюсь, больше не будете арестовывать мою машинку. Все тогда. Залейте, если что. Спасибо, всего доброго. Все хорошо, на сайте. Так, ну, в общем, ребят, вот так вот, как вы поняли, уже запрет сняли с машины. Вот я как поговорил с судебным приставом тогда вот на видео на прошлом. На следующий день, получается, я выложил его, и где-то через три дня мне пришло письмо на электронную почту, ответ, что рассмотрено, дело рассмотрено. Именно ответ пришел, я так понял, от какого-то начальника непосредственно, ну, того пристава, кому я звонил, вот, Оксана Викторовна. И ситуация, вроде бы, сейчас, ну, как бы, сложилось все хорошо. Но, опять же, я говорю, там у человека 23,5 производства, там, где-то на 10 тысяч долг, где-то там на миллион, где-то вообще без суммы непонятно. И непонятно, вот сейчас остается загадкой, реально, если сейчас новое исполненное производство возбудит против того человека, опять, как бы, все это задвоится на мне или нет? Конечно, ну, вот это непонятно, я не знаю, как бы, это видео вообще для того, для тех людей сделано, в том числе, ну, кто за BMW следит, еще для тех, кто вообще автовладельцы, с этим сейчас повсеместно все сталкиваются. Спасибо большое всем, кто в комментариях в прошлом видосе, мне просто вот здесь все внизу было завалено советами, вот. Ну, самый действенный, ну, так, сразу скажу, подытожить, если. Самый действенный, это пишут, что обращение в прокуратуру, также электронным способом можно написать. Но у меня хорошо до этого, как бы, не дошло. Но, вот так, насколько я понял, это, вот, один из самых действенных способов. Плюс обращение на начальника, ну, непосредственно, и еще обращение также можно на сайте сделать в областное управление или как-то, ну, допустим, конкретно вот в Заполярье, в управление по Мурманской области можно какому-нибудь начальнику написать. Ну, то есть, вся информация есть сейчас на сайтах, всю эту раскадровку посмотреть и какого-нибудь там самого крупного выбрать и ему, соответственно, написать. Еще есть такой момент на сайте FSSP, то есть, если вы оставляете обращение, допустим, у вас какой-то текст вы составили, да, заполняете форму от кого там, куда, там не работает Ctrl-V, то есть, вставка текста, к сожалению, там не работает, как-то сделан такой скрипт там специальный, то есть, так работает система. То есть, не получится, к сожалению, просто взять, написать и там всем разошлать. Но есть один лайфхак. Допустим, в браузер Google Chrome нужно, значит, нажать, кажется, сначала F12, потом F1, ну, я подпишу все на экране, и переключить, собственно, вот этот параметр. То есть, мы выключаем эту защиту от Ctrl-V, грубо говоря, вставляем текст нужный и потом, соответственно, включаем обратно эту систему, потому что так без нее сайт не будет работать. Ну, в общем, все это я нагуглил, но у меня заняло это некоторое количество времени. Вот, как бы, готовое вам решение. И еще, как бы, я надеюсь, что так быстро, как бы, все решилось, ну, это там не из-за какого видео и так далее, что, ну, как бы, любой из вас, если напишет, то так же будет запрет быстро сниматься. Конечно, было бы неплохо, если бы, ну, не знаю, какое-то видео, допустим, посмотрел какой-то человек, ну, который что-то решает, да, в этой системе, какой-то, может, даже компьютерчик, там, из этого, информационных центров этих. Вот, и просто сделать, чтобы такого не было. Ну, вот реально, ну, зачем, вот, вот, просто на пустом месте, как это сейчас говорится, раскачивается лодка, просто маленькие лодочки, вот, они начинают качаться. Зачем? Ну, тут реально, вот, просто проблема, на самом деле, выеденного яйца не стоит, и массовые такие вот эти проблемы. Опять же, по комментариям смотрю даже, я ненадолго даже, мне показалось, что у меня какой-то оппозиционный канал. Но стоит за этим ни коррупция, ни алчность и ни жалость. Комментарии много гневных было и так далее. Зачем? Это на пустом месте, на самом деле, совершенно не стоит того. Да, еще, ребят, очень важная информация, значит, у моего коллеги, блогера, Миша ММКарс из Нижнего Новгорода, случилась беда, у него, ну, самая, наверное, беда большая для блогера, вот, именно, в этом информационном поле. В общем, у него как-то угнали канал, какой-то вирус поймал, какую-то программу там установил, и все, в общем, канал угнали. Он пытается его как-то восстановить сейчас и очень просил поддержать, помочь. Для тех, кто его смотрел, кто его потерял, кто не может понять, потому что тот канал у него то ли удалили, то ли переименовали, но ролики точно там все поудаляли. Вот, конечно, все это, я так понимаю, можно восстановить, насколько я понимаю, как это работает. Хозяин всегда может восстановить канал, но на это нужно время. А Миша не ленится, постоянно выпускает контент. Вот у него резервный канал, ММКарс проект. В общем, все, кто его потерял, все, кто вообще хочет смотреть про тачки, он покупает тачки тоже, восстанавливает их, перепродает. В общем, автомобильная движуха там по полной программе. Заходите, подписывайтесь, поддержите. А я сейчас нахожусь в замечательном городе Томск. Вот, всем местным, респектос, лайкос, как говорится, держу краба. Я давно мечтал здесь побывать, и вот вырвался на несколько дней, посмотреть, погулять. Здесь, в принципе, уже третий день нахожусь, много где был. Если кто местный хочет увидеться, там, чаю попить, пообщаться, пишите, как говорится, цинкуйте в личку. Так вообще здесь очень нравится, начиная даже с ребятами, с которыми я ехал вместе сюда с попутчиками. Начиная уже с них, то есть здесь город студентов такой молодежный, хоть я и с преподавателями молодыми ехал. Давно не говорил, но не забывайте, ставьте лайк, это всегда очень приятно. И не забывайте подписываться на канал, конечно, чтобы не пропустить новые видосы, новые новости по Бэхе, по Хонде, по движухе в Томске. Надеюсь, что-то получится тут для вас отснять. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok